Дорогой россиянин, предлагаем вам не смотреть телевидение, особенно новости, которые ведет Скобеева, Соловьев, Киселев. Галина Бастрыгина, пенсионерка, 81 год. С 24 февраля три протокола и три штрафа за антивоенную позицию. Какой здесь отдел? Куда вы ее повезете? Я обязана поговорить? Да, вы мне должны сказать. Ну, скажите, куда вы ее повезете? Ну, говорите. Надежда Сайфудинова, мать-одиночка, 40 лет. С 24 февраля четыре протокола и три штрафа за антивоенную позицию. Алена Смышляева, мать-одиночка, 44 года. С 24 февраля десять протоколов и десять штрафов за антивоенную позицию. Алена Смышляева, мать-одиночка, 44 года. С 242 тысячи рублей я сейчас должна государству. И причем это было преследование. Прямо вот можно было идти просто по улице города, ну вот по двору, и тебя хватает. Можем было сидеть в пафе, и тебя хватает. Ты за мир? Нам жалко тех людей, которые погибают с нашей стороны, с украинской стороны. А как ты думаешь, вообще, что-нибудь мы сможем поменять? Мне кажется, если каждый человек найдет в себе силы, то да. Парк называется Парк Победы. А это место, где нам разрешили Министерство общественной безопасности за подписью министра общественной безопасности Кудрявцева, что мы можем здесь проводить свои встречи. А что встречи проводить? Не станем же мы стоять и смотреть на прохожих. Мы должны что-то делать. У нас были плакатики, у нас, значит, были листовки. Вот мы дошли до ворот Парка Победы. Смотрим, там стоит полиция. Ну, может, для нас, может, не для нас. А что случилось, Галина Васильевна? Ничего, я раздавала листовочку, мы за мир. На всем мире. Я могу дать листовку. Давайте мы не будем распускаивать. Почему не будем? Я журналист. А, вот они. А можно посмотреть? Да, да. Тихо, тихо, не надо выхватывать. Давайте это, не надо раздавать. Нарушение законов. Да какое нарушение, журналист? Не хотятуйте. Галина Васильевна, что было в листовках? Да в листовке-то было, что... Я могу так вот, не точно, но примерно. Мы пришли сюда, да, мы за мир во всем мире, против войны, вот. И считаем, что война, которую Россия начала, она какая-то непонятная. Военные действия какие-то непонятные. Значит... И чем вы-то пропаганду записываете, товарищи, женщины? Пропаганду записывайте здесь, под твоим окном. Под вашим окном, а закройте окно. Так, мы за мир. Нам жалко тех людей, которые погибают с нашей стороны, с украинской стороны. Вот, мы за мир во всем мире. Вот такая листовка, она коротенькая такая была. Вот такая. Ну, собственно говоря, и получается за нее 40 тысяч штрафов. Они даже ее не читали. Они просто нас под руки и повели к машине. Вместе с Галиной Бастрыгиной была задержана еще одна пенсионерка. 79-летняя Светлана Молева. Обеих доставили в отдел полиции Орджоникидзевского ОМВД. Из публикации в телеграм-канале Екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». А там, я хочу сказать тоже, там такая грубая начальница, она не пускала адвоката, она не разрешала нам разговаривать по телефону. Когда адвокат звонил, говорит, ну откройте им нам дверь. Мы говорим, ну откройте дверь, откройте. Почему она закрыта-то? Адвокат должен уже быть обязательно. Вот, они подходили, размахивали перед нашим лицом руками. Мы говорим, успокойтесь. Вы наши внуки, вы почти что. Нельзя с нами так разговаривать. Мы дети войны. Друзья, мы объявляем сбор для Галины Васильевны, пенсионерки из Екатеринбурга. 27 апреля она вышла в пикет с антивоенным плакатом. 8 мая пенсионерка раздавала антивоенные листовки. Итог – два штрафа – 30 тысяч и 40 тысяч. Апелляция не дала результата. Областной суд оставил решение без изменений. Из публикации в телеграм-канале проекта «Росштраф». Друзья, сбор для Галины Васильевны закрыт. Галина Васильевна благодарит всех неравнодушных людей за помощь. Из публикации в телеграм-канале проекта «Росштраф» сбор был закрыт в течение суток. Одна девушка подошла и начала мне шептать, что если надо, она поможет мне оплатить штраф. Молодцы, мы с вами. Вы молотли? Да, да. Мы с вами. Реально нас... Нет, нет. Ой, нет. Ой, нет. Меня полиция задерживала три раза. Первый раз за расклеивание антивоенных листовок. Составили протокол о дискредитации. Второй раз полиция задержала меня за одиночный пикет, когда я зашила себе розызнак протеста против военной цензуры. Вообще, в принципе, против всего, что происходит. Против войны. И против несвободы в нашей стране. И третий раз? Третий раз тоже на День защиты детей я выходила в одиночный пикет. А вы в какой отдел ябоску ведете? Сейчас мое требование. Уберите, берите, снимите. У меня штрафовали два раза. Было два суда по 40 тысяч каждый суд. То есть всего на сумму 80 тысяч. И один суд пока в подвешенном состоянии. Суть про внушение понятна. Вину признаете, не признаете? Я не признаю вину. Что ты желаете объяснить? Я желаю объяснить то, что текст моего плаката никак не дискредитировал вооруженные силы. То есть не подрывал доверия к вооруженным силам. Там, в принципе, были написаны прописанные истины, что война – это не мир, свобода, не рабство, не знание, не сила. Вот и все. Когда человек доволен жизнью, чем-то ему что-то нравится, он никогда об этом никому не скажет. Я богат, мне хорошо. То есть она вот вышла туда именно публично для неопределенного круга лиц, как скажем, показывала свое мнение, что она не согласна с тем, что происходит на Украине. Именно то, что происходит где-то война. Где здесь дискредитация положена? В каком вот части, во всей цельной фразе, в отдельных, в словах, в конкретных выражениях? Во всей фразе – все вместе. То есть все вместе? Здесь и первое лицо указывается государством. Здесь же идет конкретно слово «война» и название государства, которым попросится к государству Украины. Я вот тоже как бы против войны. Я думаю, что и вы против войны. Все против войны. Ну, абстрактно так, правильно? Да. Но здесь именно в контексте, видите, первое лицо государства, Украина, дети, вы понимаете, вот это все вместе. Ну, я хочу сказать, что, как я поняла, все мои дела дискредитации основаны на субъективной точке зрения. И, в принципе, я думаю, что все, что я говорю, не имеет значения, потому что все равно будет выписан штраф, и как бы тут уже… Я могу даже не приходить на суд. Вот эта вот война – это на самом деле один из способов удержания власти конкретными людьми. Моя частная жизнь превратили просто не в жизнь, а в постоянное… Ну, любое мое какое-то действие, из любого моего каждодневного, ну, не знаю, ежеминутной какой-то нужды. Меня вытаскивали полицейские, везли в очки. Я совершенно уже не принадлежала сама себе. Это было и психологическое давление, очень неприятное. И я поняла, что у меня… Я не справляюсь психологически и физически тоже. Активистка Алена Смышляева уехала из России. Смышляева рассказала, что сейчас живет в Киргизии, у подножия Гуртиньшань. Найти жилье и оформить страховку ей помог фонд Transparency International. Из публикации в телеграм-канале екатеринбургского издания «It's my city». Здесь очень бишкеки, милые, доброжелательные люди. Я первое время, мне кажется, как будто бы в детство вернулась, потому что не испытала вот такое вот узнавание детское этого города. И приветливость людей мне это вот помогло. В последнее время Смышляева подверглась плотному преследованию за свои антимилитаристские посты в соцсетях. Из публикации в телеграм-канале екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Кришенко не выходит за пять трое суток. Он харьковедлый, а его речеток не может учить шахматы. У меня моя комната, которую я в феврале смогла купить. Мы два года были бездомной, просто где-то ютились по непонятным клошарням. Я купила комнату, она стоит 470 тысяч. А сейчас я должна государству 242 тысячи. Слушайте, ну это половина моей комнаты. Половина недвижимости, которой владею я и мои дети. Это вообще нормально? У меня пока вот это в голове не укладывается. Последние месяцы власти не разрешают проводить уличные акции в поддержку политзаключенных. Вместо этого активисты провели в Екатеринбурге вечер писем тем, чьи уголовные дела они считают политическими. На этот вечер пришла 80-летняя активистка Галина Бастрыгина из публикации в телеграм-канале Екатеринбургского издания «Итсмайсити». Единая Россия оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям, а также тем, кто остался в Луганске и Донецкой народных республиках. Нет войны! Нет войны! Россия – это сила! Россия – это сила! Россия – это сила! Железнодорожный районный суд Екатеринбурга накануне оштрафовал активистку Надежду Сайфуддинову на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии за ее слова, сказанные на митинге «Единой России». Общая сумма штрафов Сайфуддиновой таким образом достигла 155 тысяч рублей. Из публикации в телеграм-канале Екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Война с Украиной – это какой-то ужас и кошмар. Это невероятно важная тема. И, конечно же, никакие штрафы не могут остановить. Я, на самом деле, хочу оказаться в России и выйти на улицу. Субтитры создавал DimaTorzok